Динамо и Адмирал Белоглубые ведут борьбу за попадание в плей-офф, и болельщики в нее вступать не намерены. Что бы ни было дальше, здесь и сейчас поддержка у команды была превосходной. Адмирал турнирной мотивации не имеет, однако в первом периоде гости смотрелись достойно. Где-то им не повезло в завершении атаки, где-то подстраховали динамовские защитники, а где-то надежно сыграл Александр Еременко. И все же моменты Адмирала это больше контратаки или следствие ошибок Динамо. В целом команда Владимира Воробьева старалась играть с позицией силой, и на последней минуте первого периода добилась успеха. Даниил Тарасов находит на противоположном краю свободного Юсы Хиэтанина, и тот в касании открывает счет. Заброшенная шайба перед паузой добавила динамовцам настроение, и предвкушая второй период, болельщики времени терять не стали. В фойе в это бледового дворца развернулось массовое гуляние по различным развлекательным площадкам. Второй период динамовцы начали так, будто никакого перерыва и не было. Сходу заработали большинство, а вскоре и удвоили свое преимущество. Правда, шайба Якова Рылова была заброшена уже в формате 5 на 5. Но этим точным броском динамовский защитник отметил солидный юбилей – 700 матчей в карьере на высшем уровне. При этом и реализации лишнего игрока долго ждать не пришлось. Сразу после второй пропущенной шайбы адмирал получает еще одно удаление, за что динамовцам моментально наказывает. Никита Серебряков не смог справиться с броском Владимира Брюквена, после чего уступил место в воротах Игорю Бабкову. 3-0 в пользу динамовцам. После этого адмирал попытался взвинтить темп своей игры и навязать силовую борьбу. Но у динамовцам каждый раз находилось чем ответить. Более того, в середине третьего периода удалось забросить еще раз. Глеб Корягин отправил шайбу на пятак, откуда ее протолкнул в ворота адмирала Дмитрий Марковин. Для молодого нападающего это третий гол в сезоне. При счете 4-0 у динамовских болельщиков начался праздник. Давненько в этом ледовый дворец не баловал свою команду волной, пущенной по трибунам. Волна, да. Это, честно, спасибо огромное, что много народу так сегодня было. И было слышно. И за счет них шестой игрок, как говорится, с нами был. Огромное спасибо. 4-0. Убедительная победа «Динамо». Наша команда берет важнейшие три очка. Александр Еременко возвращает себе лидерство по количеству сухих матчей в истории отечественных чемпионатов. Теперь у него с Василием Кошечкиным из Металлурга по 84 матча без пропущенных шайб. Но у первого номера «Динамо» игр меньше. Его, кстати, болельщики «Динамо» и признали самым ценным игроком матча против «Адмирала» из сезона в целом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Банк ВТВ Банк ВТВ первый в России создал международную финансовую группу, состоящую более чем из 30 компаний, работающих во всех сферах финансовой жизни. Внимательное и профессиональное отношение к каждому клиенту, грамотное и эффективное управление финансами являются залогом успеха работы группы ВТВ. Материал создан при поддержке Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».